Всем привет! Добро пожаловать на канал VTNT. С вами я, Владимир Тишевский. И сегодня мы будем говорить о смартфонах, которые очень бюджетные, до 100 баксов, которые есть смысл купить летом 2018 года. Если вам это видео интересно, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что я планирую еще сделать топ до 150, до 200, 300, 500 и вообще топ самых лучших смартфонов, которые на лето 2018 года. Так что не переключайтесь, поехали! И перед началом ролика немного годной рекламы. Я рекомендую вам магазин Gearbest.com, если вы планируете купить какой-либо товар Xiaomi, потому что в Gearbest все Xiaomi только 100% оригинальные. Пауэрбанки, разные плюшки для дома, системы видеонаблюдения, IP-камеры и другие товары Xiaomi, все оригинал и по очень хорошим ценам в магазине Gearbest.com. Рекомендую, ссылочка на него в описании. Итак, друзья, начинаем с самого дешевого смартфона. Переключаюсь на экран моего монитора и вам тоже его покажу. И вы можете видеть, это смартфон HomeTom S7. Он стоит сейчас 85 долларов по акции в магазине TomTop. Почему именно HomeTom S7, а не какой-либо другой смартфон? Потому что у этого девайса 3 гига оперативки и 32 гигабайта встроенной памяти. Лично я считаю, что в смартфоне должно быть встроенной памяти уже минимум 64 гигабайта, но не все еще перешли с 8 гигабайтных и 16 гигабайтных смартфонов на более улучшенные модели. Поэтому HomeTom S7 с экраном 18 на 9, с 3 гигами оперативки, 32 гигабайта встроенной памяти, есть сканер отпечатка пальцев, средненький процессор. Но опять же, цена у него достаточно скромная. Это MTK6737. В любом случае, это не 6580 или 80, а это 6737, который вытянет работу данного смартфона на нормальный уровень. Также я могу отметить, что у смартфона приятный внешний вид. Плюс ко всему, HomeTom всегда славился для меня качеством, потому что у моих детей были HomeTom и HomeTom HT7, HT7 Pro, HT3. Но так как я им проапгрейдил уже на более крутые смартфоны, конечно, сейчас они уже пользуются. Один из них Leica, второй HTC U13. То есть, получается так, что более топовые девайсы. В данном случае, если вы ограничены бюджетом 85 баксов, это самый лучший и приемлемый, как по мне, вариант. Но если вы располагаете бюджетом чуть побольше, и так как у нас вообще топ до 100 долларов, и чаще всего, когда люди задают мне вопрос за 100 баксов, они готовы заплатить как минимум на 10% больше. То есть, будут в моем топе смартфоны, которые стоят чуть дороже 100, но не более чем на 10%. Поэтому все будет, как говорится, в рамках дозволенного. Итак, друзья, Xiaomi Redmi 5A в модификации 3.32 в золотом цвете продают сейчас за 99.99. 2.16 модификацию можно купить еще на 10-15 долларов дешевле. Чем интересен этот смартфон? Прежде всего, это компактный 5-дюймовый экран. Также стильный, красивый корпус. Процессор от Qualcomm Snapdragon. Это 425-й четырехъядерный процессор. Как по мне, это очень даже неплохо. Здесь комбинированный слот для сим-карты, карты памяти. Есть различные цвета. У него HD-экран. Также можно отметить то, что модификация именно 3.32, а не 2.16 будет более комфортной, потому что больше оперативки будет смартфон шустрее. 32 гигабайта даст вам возможность, к примеру, использовать смартфон с двумя сим-картами без дополнения карты памяти, что очень даже хорошо. Но если вдруг у вас одна симка и вам 32 гигабайта будет маловато, вы можете накинуть как минимум 32.64 сюда, и Redmi 5A вообще заиграет новыми красками. Этот, кстати, смартфон подойдет для школьников, подойдет для людей, которые не особо требовательны в устройствах, то есть им нужен просто нормальный работающий смартфон. Ну и также подойдет для тех людей, у кого прям вот очень ограниченный бюджет. Согласитесь, 99.99 это очень даже доступный бюджет. Следующий девайс, смартфон от компании Meizu, Meizu M6, Global версия, в Light in the Box сейчас продается по 99.98$. В черном цвете, заметьте, в Silver такая же цена, то есть вообще на Light in the Box цвет не имеет значения. Также модификация 3.32, 2.16 стоит еще на 10-15$ дешевле, если вдруг вам это нужно. Процессор, конечно, здесь не Qualcomm, но зато MediaTek 8-ядерный, это MTK6750, это нормальный процессор для повседневной работы, для хорошей жизни. Meizu M6 будет преимущественен, к примеру, на тем же самом Xiaomi Redmi 5A, тем, что у Meizu M6 лучше камеры. Поэтому, если вы ищете смартфон в ограниченном бюджете, но с улучшенными камерами, то в данном случае как раз Meizu M6 будет для вас более актуален и интересен. Плюс ко всему, у Meizu сканер отпечатка пальца на передней части, что мне тоже нравится больше. Как вы видите, даже по картинке здесь написано 13.8 камера. Я тестил, у меня есть обзор этого смартфона, если что, найдите у меня на канале. Реально очень даже достойная камера за эти деньги. В общем, рекомендую для любителей лучшей камеры. Итак, следующим девайсом является смартфон от Xiaomi. И, как вам, возможно, показалось, это небольшое дежавю, в том плане, что Redmi 5A... Но особенность этого смартфона, то, что здесь есть приставка Note. То есть, это не Xiaomi Redmi 5A, а это Xiaomi Redmi Note 5A. Круто, да? На самом деле, есть некоторые отличия от Redmi 5A. В частности, экран здесь не 5 дюймов, а 5,5 дюймов. Что дает, к примеру, преимущество при использовании в социальных сетях, при чтении книг, при каких-либо других вещах. То есть, ну, вообще, смотреть видео на YouTube, вот это видео на YouTube, вы смотрите намного комфортнее. Согласитесь, это лучше. Правда, у Redmi 5A за 100 баксов идет модификация 3.32, а у Note 5A идет 2.16 модификация. 3.32 стоит подороже, и она отличается не только памятью, она отличается еще, там, сканер отпечатка пальца добавили, улучшили камеры. И, соответственно, конечно, Redmi Note 5A Prime, так вот, есть такая еще модель, он, конечно, будет получше, нежели Redmi Note 5A. Ну, я знаю, буквально недавно мои знакомые купили ребенку вот именно обычную версию Redmi Note 5A, и они сказали, блин, ребенок доволен, очень классный смартфон. Все? Если ребенок доволен и очень классный смартфон, почему бы и нет? Здесь стоит процессор Qualcomm Snapdragon 425, 2.16, 5.5 дюйма экран, основная камера 12 мп, фронтальная 5, и, смотрите, есть глобальная версия за 105.99, есть китайская версия за 97.99 только в розовом цвете, и в золотом цвете 199. Так что, дешевле 100 можно купить. Единственное, в Chinese version, там, скорее всего, будет китайская вилка, и, возможно, прошивка без русского языка, хотя, скорее всего, уже с русским языком, потому что без русского идут только на старте продаж. А сейчас уже есть куча прошивок, и продавцы на AliExpress, дабы выслужиться немного перед своими покупателями, уже прошивают эти смартфоны на глобальную прошивочку. Так что, милости просим, если вам интересен этот смартфон. Вот этим смартфоном пользуется мой сын, один из моих сыновей. Так вот, Leeko S3. За очень скромные деньги вы получаете очень достойный девайс. Он значительно лучше характеристик, нежели все те смартфоны, которые я раньше перечислил, но за одним исключением. Эти смартфоны уже более года не выпускают, то есть, все то, что осталось на складе, это то, что лежит уже более года. И, соответственно, цена опускается, пока эти смартфоны есть на складе, их продают задешево. Мой сын уже пользуется более месяца этим смартфоном. До этого он пользовался Aukitel U13. Aukitel U13 перешел другому сыну. В общем, могу сказать, что Leeko S3 ему нравится по ряду моментов. Прежде всего, это смартфон, который работает шустро и не тормозит, потому что здесь стоит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 652. Это очень мощный процессор для данной ценовой категории. Он практически в два раза мощнее, чем 425. Даже больше, чем в два раза. Он также интересен тем, что здесь 3 гига оперативки сразу по умолчанию. 32 гигабайта встроенной памяти. Но сразу вам отмечу, что тут нет возможности расширения карт памяти. Есть Type-C, что тоже хорошо. Ну вот знаете, что ему больше всего понравилось? Здесь камера снимает слоумо. И он, ну, насмотрелся роликом на YouTube, как снимает эти слоумо. И, конечно же, сейчас на свой смартфон записывает слоумо. Кстати, здесь основная камера записывает видео в 4К. Она здесь 16 мегапикселей. Да, а фронтальная здесь 8 мегапикселей. Поверьте. Короче, этот смартфон, он очень крутой. Но, вот этот нюанс не всем дает возможность, как бы, решиться на покупку данного девайса. Потому что многих смущает вопрос, блин, а он валялся на складе, там, туда-сюда. Ну вот я вам скажу, мой сын пользуется. И я так думаю, что он еще долго-долго-долго будет пользоваться этим девайсом. Поэтому, если вы хотите крутой смартфон за скромные деньги, то Leica S3 прям вот то, что нужно. 98 долларов 14 центов. Реально. Вот сейчас, бери, покупай. Это очень дешево. Еще один смартфон в бюджете до 100 баксов. Это Blubo D5 Pro. Этот смартфон, который по дизайну очень сильно напоминает Xiaomi Mi Mix 2. Mi Mix 2s нет. Mi Mix 2, да, он напоминает. Но, конечно, здесь значительно проще железо. Значительно, значительно, значительно. Вот, ну, соответственно, цена значительно меньше. Если добавить Gift Pack и взять черную модификацию, то она обойдется 93 доллара 99 центов. По характеристикам он очень схож с Home Tom M7, который был по 85 долларов. Но только здесь немного отличается по дизайну этот смартфон. Плюс ко всему сейчас к смартфону идет Gift Pack. Это кейс, это пленка и еще типа PopSocket. Который дает возможность поставить смартфон в нужное положение. Хотя я не знаю, как будет силиконовая пленочка это все работать. Но, возможно, будет и работать. Не знаю. Кстати, могу отметить о том, что смартфон имеет 3 гига оперативки. 32 гигабайта встроенной памяти. Что, как по мне, хорошо. Есть сканер отпечатка пальцев. Есть 13-мегапиксельная основная камера. 8-мегапиксельная фронтальная. Android 7. Конечно, если бы вот так разобраться, я бы присмотрелся все-таки к Leica. Но не каждый захочет Leica. Не каждый захочет Xiaomi. Поэтому вот есть еще такой вариант от Bluva. С эффектным внешним видом. И с неплохими характеристиками. И сам по себе Bluva нормальная, адекватная фирма. Производитель. Вот, фирма, производитель. Следующий девайс выходит немного за рамки 100 баксов. Но, как я говорил, что не более 10% от соточки. Это Leica Leary 3. Это смартфон, который очень схож на S3, который я вам говорил ранее. Но у него есть некоторые улучшения. Во-первых, 4000 батарейка. Во-вторых, двойная камера. Это, кстати, очень хорошее преимущество. И, в-третьих, именно Leary это глобальная версия Leica, которая сразу по умолчанию идет с нормальной вилкой и с хорошей прошивкой. Вот так вот это все можно прозвучать. Здесь, так же, как и в S3, стоит Qualcomm Snapdragon 652, который достаточно мощный и производительный. Хотя не так сильно энергоэффективный. Поэтому здесь и 4000 батарейка. Камеры очень-очень классные. За свою цену это просто бомбический аппарат. Поэтому, если вы присматриваетесь к варианту от Leica, то именно вот этот Leary будет для вас вообще интересен. Плюс ко всему, в отличие от S3, здесь есть разъем для наушников. Потому что там нужно пользоваться в наушнике через переходник или Type-C наушники, или беспроводные наушники. Здесь есть разъем для наушников, что тоже будет являться преимуществом. Поэтому, если вы думаете, сэкономить 10 баксов или докинуть 10 баксов, то лучше докиньте 10 баксов и возьмите, конечно же, этот Leary 3. Следующий девайс сейчас очень сильно подешевел. Если его ранее продавали по 159, нет, на старте продаж он стоил 189, потом 169, 159, 149, 139. Сейчас вообще за 109 долларов продают. Это Home Tom S8 с 5,7 дюйма экраном, с процессором 6750T. Это Mediatek, который по производительности неплох, как для повседневной жизни, и даже можно и в игры поиграть. В данном смартфоне экран с соотношением сторон 18 на 9, что, как по мне, тоже хорошо. Мне очень понравились эти соотношения сторон, этот экран, потому что удобно и классно смотреть видео на YouTube, потому что многие видео на YouTube часто бывает обрезаются сверху и снизу, а здесь прям вот все четенько, и даже можно, если вдруг у вас получится так, что видео узкое, то вы можете расширить. YouTube добавил новую возможность для таких типов экранов, и у вас получается картинка на весь экран. Есть возможность расширить карты памяти. По встроенной памяти здесь вообще 64 гигабайта, за эти деньги это прям вообще красота. Также 4 гига оперативки, и плюс карту памяти можно на 128 гигов кинуть. Мне нравится то, что есть здесь и сканер отпечатка пальцев, и быстрая зарядка. Ну, в общем, все очень круто. Кстати, аккумулятор здесь 3400 мА, это вполне себе приемлемо для текущего типа смартфонов. Даже если у этого смартфона есть какие-либо недостатки, хотя Home Tom это фирма, которая делает достаточно качественные устройства, ну, к примеру, кому-то не понравится процессор MediaTek 6750T, хоть захотят Qualcomm. Вы посмотрите на его цену и на его характеристики. Это реально очень-очень соотношение. Цена, качество и характеристики очень достойны. И это не копии смартфонов, которые якобы заявлены на 64, а тут на самом деле нет 64. Здесь реально 4 гига оперативки. Здесь реально 64 гигабайта встроенной памяти. Здесь реально качественный 5,7 дюймовый экран. Да, может быть он не Full HD, это HD+, 1440 на 720, но это нормальный смартфон за свои деньги. Если вдруг вам он не понравился, я же представил вариантов вам 10, поэтому сейчас дойдем до 10 и выберем самые лучшие из них 3. Поехали дальше. Этот смартфон был у меня на обзоре. Это YouHans Max 2 с экраном 644. Это для любителей больших смартфонов. Плюс ко всему здесь 4300 мА батарейка. Здесь 64 гигабайта встроенной памяти. Здесь 4 гига оперативки. В общем, короче, смартфон бомбический на самом деле. За эти деньги, опять же, 109,99. Согласитесь, это очень хорошая цена. Если вы хотели купить себе Xiaomi Mi Max 2 и у вас не хватает на него денег, купите себе YouHans Max 2 и у вас как раз на него хватит денег. Здесь Full HD экран, это хорошо. Закругленное стекло, что тоже хорошо. Также смартфон спокойно тянет все текущие задачи. Браузеры, в том числе, и произведения, там, Full HD видео, там, даже, возможно, 4К видео. И, что интересно, то, что смартфон даже поддерживает большинство игр. Понятно, что такие игры, как PUBG, World of Tanks, вы на максимальных настройках не поиграете. То есть, они у вас будут подтормаживать. Но, если вы любите играть PUBG и World of Tanks, то вам нужен минимум Xiaomi Mi Max 2-го поколения, а то и присматривайтесь к какому-нибудь Xiaomi Black Shark. Которые стоят, конечно же, в 3-4 раза больше, чем этот девайс. Преимущество то, что за скромные деньги вы получаете неплохой, причем себе мультимедийный девайс, за счет того, что здесь и большой объем аккумулятора, можно и кинчик посмотреть неплохо, большой экран, браузерить отлично. В общем, все, что вам нужно, в данном смартфоне есть. Понятно, что за такие деньги вы получите не идеальное устройство, но после того, как я сделал обзор, у меня быстро его купила какая-то женщина, и потом она мне написала, сказала, что мне этот смартфон понравился. Все хорошо, все отлично. Ну и последним смартфоном в моем топе является Elephone P8 Max, который сейчас тоже сильно подешевел. Ну, видать, все из-за того, что как бы хочется выпускать новые модели, а старые залежались на складе. И смартфон был представлен более чем полгода назад. Соответственно, конечно же, хочется сбагрить старые смартфоны. А нам, покупателям, от этого какой плюс? Мы платим меньше денег. То есть, реально этот смартфон стоил где-то 170-180 долларов. И сейчас 109.99. 4.64, 6.44 дюйма экран, 6.750. Это все очень схоже с тем самым Юханс Макс 2, только от компании Elephone. И здесь есть вариант красного цвета. И вот в красном цвете прям вот шикардос. Как по мне, очень даже шикарный девайс. Поэтому, если вдруг вы хотите себе классный смартфон, и, кстати, здесь 5000 мА батарейка, вау, круто! То есть, он лучше даже Юханс Макс 2. Опять же, игры будут идти нормально. Самые топовые игры, конечно, будут подтормаживать. 13-мегапиксельная камера. Вообще шикарно. Android 7. Я же говорю, в красном цвете просто смартфон смотрится очень даже хорошо. Поэтому к смартфону Elephone P8 Max однозначно есть смысл присмотреться. Итак, подведем итоги, друзья. Из тех смартфонов, которые я вам сегодня рассказал, мне нравятся практически все смартфоны. Но я бы выделил бы это Leco Leri. Это действительно очень интересный смартфон за свои деньги. Я бы выделил Xiaomi Redmi 5A. Я также бы выделил вот этот Elephone P8 Max. Пишите в комментариях, какие бы смартфоны выбрали вы. Какие нравятся вам. Ну, кстати, Leco S3 тоже мне понравился. Ну, просто если выбирать S3 и Leri, то я выбрал бы Leri вариант. На этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо вам большое за то, что смотрели это видео. Не забывайте пользоваться кэшбэком Letyshops. И GearBest лучший магазин для покупок товаров Xiaomi. Также в комментариях оставляйте, какие смартфоны нравятся вам. И подписывайтесь на мои социальные сети Instagram, Twitter и Telegram. Они тоже, ссылочки на них находятся в описании. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. До скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok